1 марта в учебно-методическом центре управления образования ДГО прошел конкурс «Лира добра-2019», в котором приняли участие ученики школ Дальнегорского городского округа. Подробнее о конкурсе нашему телеканалу рассказала старший методист УМЦ Елена Алексеевна Кузнецова. По предложению епископа Арсеньевского и Дальнегорского, владыка Гурья, мы второй год подряд проводим конкурс «Лира добра». «Лира добра» – это конкурс стихотворений и прозы о милосердии, об отношении к людям, к матерям, героям боевых событий, к животным. То есть дети самостоятельно выбирают произведения, то есть еще повторяю, или стихотворения, или прозы, которые их настрой, их душа, их душевный настрой смогли бы донести до зрителя. Вот такой у нас конкурс. В этом году у нас очень много участников. Завелось 31 человек. Это учащиеся от 7 лет до 18 лет. Это две возрастные категории и взрослые. Но педагогов у нас мало. У нас два педагога. Это Буданова Сметлана и Воробьева Анна. Это педагоги школы номер 5, села Краснореченск. Тем не менее, я сегодня предоставляю вам возможность торжественно открыть наше мероприятие. Это конкурс. Поэтому у нас жюри, в составе жюри у нас Чехова Ольга Владимировна, директор Центра детского творчества, педагог, библиотекарь, заводчик по встательной работе, Хепченко Ольга Васильевна, и филолог, учитель русского языка и литературы Мершавян Наталья Валентиновна. Критерии отбора победителей несложные. Ребята с ними знакомы, потому что приказы положения по образовательным учреждениям пошли очень давно. Ребята к этому готовы. Мы будем судить по трем номинациям. Это младшая возрастная группа, 7 до 13 лет, средняя, старшие ребята, это 14-18 лет и взрослые. Естественно, будут дипломы первой, второй и третьей степени. Жюри также предусмотрело и номинации за артистичность, за лучшую презентацию, за лучшую театрализованную постановку, за авторское стихотворение. У нас есть девушка из пятой школы, которая сама сочиняет стихи, у нее будет представлено свое стихотворение. Лучшие работы, это дипломанты первой, второй и третьей степени, примут участие в епархиальном, межмуниципальном конкурсе, конкурсе ребят северных территорий, который состоится 14 марта в поселке Кавалерово. Конкурс мы проводим силами управления образованием. И, конечно, раз это по линии Русской Православной Церкви, то представители, священники благочения Доленгорского городского округа, они нам хорошо помогают, они нам предоставляют материальную такую составляющую, где мы можем детей покормить, напоить свежей водой. Ну и я уверена, что они нам и помогут организовать поездку в поселок Кавалерово. Мы надеемся на сегодняшнее такое душевное мероприятие, которое навсегда остается впечатлением у деток, прочувствовав свое произведение, это западает на душу долго, и тогда мы можем говорить, что процесс духовного роста, нравственного воспитания у нас находится в нужном русле. Все участники конкурса ответственно подошли к подготовке своих выступлений. Звучали стихи и проза «Остановись», «Почему-то в 21 веке», «Медвежонок», «Твой птенчик» и многие-многие другие. Награждение победителей конкурса «Лира добра-2019» проводилось по трем номинациям «Детская» – 7-13 лет, «Юношеская поэзия» – 14-17 лет и «Юношеская проза» – 14-17 лет. По итогам конкурса дипломами третьей степени награждены Полина Кармадонова, Маргарита Подномарева, Варвара Каблукова, Вероника Воронова, Регина Демидова. Дипломы второй степени у участников Ксении Смелой, Юлии Капустиной, Полины Кочелевой и Анастасии Сиваковой. Дипломами первой степени награждены Алена Тютина, Владимир Кузнецов и Михаил Демиденко. Напомним, дальше ребята примут участие в епархиальном этапе конкурса «Лира добра-2019», который пройдет 14 марта в поселке Кавалерово. Пожелаем ребятам удачи!